Соседи, мы обращаемся к вам из Украины. Обращаемся для того, чтобы рассказать и показать вам то, о чем вы каждый день слышите в своих новостях, но со своей стороны. Вам говорят, что ваша страна начала спецоперацию в Украине, и это не война. Но когда гибнут мирные жители, уничтожается гражданская инфраструктура, страну покидают миллионы беженцев, что это, если не война? Вам говорят, восточные и центральные регионы Украины, в которых люди преимущественно говорят на русском языке, мечтают стать частью России. Но посмотрите, это оккупированные вашей армией Херсон, Бердянск, Мелитополь. И люди, выходя на митинги и демонстрации, предельно ясно показывают, в какой стране они хотят жить. Херсон Украина! Херсон Украина! Вам твердят с экранов, российская армия уничтожает только военных и националистов. Но за две недели войны убито уже более двух тысяч мирных жителей, включая около ста детей. Вам утверждают, нашими высокоточными ракетами мы разрушаем исключительно военную инфраструктуру. Но как с военной инфраструктурой связаны школы, дворцы спорта, детские сады, обычные спальные районы и родильные дома? И, наконец, вас убеждают, что в рядах вооруженных сил Российской Федерации служат только подготовленные контрактники. Но посмотрите на этих пацанов, которые только закончили школы и сразу были кинуты на передовую. Я тоже вас люблю. Посмотрите, как эти пленные солдаты звонят домой своим матерям, рассказывают им правду и просят забрать их домой. Я не ожидал этого. Куда мы приехали? Зачем мы приехали? Нас все обманули. И таких пацанов на украинской земле тысячи. И не каждый из них вернется домой. И, возможно, один из них – ваш сын или сын соседей, либо ребенок коллеги по работе. А, возможно, завтра за вашим сыном придет военком, чтобы отвезти его умирать на чужую землю. Но умирать ради чего или кого? Не молчите. Ведь только вы можете остановить это. Мы не хотим смертей ни ваших, ни наших детей. Давайте вместе остановим войну. Субтитры создавал DimaTorzok